Сантехник Владимир Кузнецов оказывает услуги как индивидуальный предприниматель. За годы работы успел зарекомендовать себя как профессионал своего дела. В конце ноября 2022 года, когда в Экибастузе случилась коммунальная авария, Владимиру звонили жители из разных районов города. Помогать попавшим в беду землякам парень стал в любое время суток, невзирая на погодные условия. Кроме этого, свои услуги в этот период он оказывал бесплатно. В чем жильцы виноваты? Тут или надо самому браться и помогать, сплоченно. А если никого не будет рядом, как они это все сделают? Вот пришлось взять в руки всю ситуацию. День через, когда была такая ситуация, получается сидел дома, уже соседи начали звонить, писать, что с отоплением, что случилось. Потом мы уже узнаем с интернета, что произошло ЧП такое. Дали команду следить за отоплением. То есть уже первые действия понятные были. После того, как собрание прошло, уже начали тоже гулять, какие первые действия делать. То есть это узел, первую, вторую задвижку закрываешь, в третью, четвертую разблиновываешь, чтобы подача с обраткой по малому кругу шло, чтобы спасти магистраль, слить весь дом. В чем может была ошибка или еще что-то других КСК так не сделать. Проследил, все у меня нормально пошло. Уже посмотрел, что дальше творится. Созвонился жилищной инспекцией, сказал, я свободен, у меня в доме все нормально. Прошло у нас, миновало. Несмотря на то, что в доме у Владимира прорыва в труп не было, остаться равнодушным к беде жителей города он не смог. Первым делом решил отправиться в дома по улице Сатпаева. Там система отопления была повреждена. Акцент поставил на тот участок Сатпаева, 7-9, рядом 13-й Сатпаева. Дальше уже как жильцы меня просили, большое спасибо им было сделано правильно, что они уже собрались, начали принимать решение свое. Только надо было им знать, какие первые действия и что именно основное делать. Ну, номер оставлял, контролировал все на телефоне. Не прекращая консультировать жителей по телефону, Владимир самостоятельно занимался обходом и поиском проблем в других домах. Выезжал на вызовы и днем, и ночью. Начали восстанавливать 7-й, 9-й. Подвал уже запустили, потом мы начали запускать постоячно. Тут проблема была в том, что замерзало между плит, лед становился. Получается, с магазина, ну, друзьям тоже спасибо, вот с магазина рыбоголовов, спрашивали, что надо, поставляли нам фены. То есть они не поплавят пластик и никакого вреда не нанесят. Привезли мне фены, дали, начали отогревать. Пошел запуск. Сарпаева 13 было у нас посложнее. То есть все запустили, остальные пошли, только оставался один дом. Пришлось спуститься в подвал, посмотрел, там уже лед тоже был. Тоже жильцы отогрели в подвале, дошли до конца дома, где уже заходит магистраль. Звонят повторно мне, говорят, мы отогрели, но у нас ничего не идет. Пошел на обход по магистрали, был замороженный участок. Ну, по звонку пришлось принять те меры, чтобы варить соски, проделать отверстия, чтобы не было разрыва от того, что когда отогревали. И потихоньку-потихоньку запустили. До 11 часов уже магистраль была запущена. В 12 уже начали запускать стояки. Местами были тоже проблемы со стояками, тоже фенами отогревали. Имя Владимира Кузнецова должен знать каждый экибастузец. Ведь именно благодаря таким людям, как он, последствий аварии куда меньше, чем могло быть. Нужно помнить, что герои среди нас.